Приезжает ко мне моя мама после смерти папы. Я маму не могу оставить в Беларуси с пенсии в 100 долларов в хрущобе. Тем более там, где все напоминает папу. Теперь ни меня нет, ни папы. Мама одинокая, несчастная. Я ее приглашаю в Стокгольм. Ей дают разрешение. Она приезжает ко мне. Через три месяца ей дают собственную квартиру, потому что считается, что она не может зависеть ни от кого, кроме как от государства. Дают собственную пенсию. Бесплатная медицина, бесплатное электричество, бесплатные такси. Бесплатный транспорт. Все. Понимаете? И, наконец, приходит замечательная бумага. Видите, как я долго подхожу к разговору о старости. В бумаге написано, если вы желаете получить образование в школе для иностранцев с целью изучения шведского языка, добро пожаловать. Мы начинаем в такие-то числа. Мама в школу. Она говорит, сыночек, мне 73 года. Я не опозоришь в школе? Я говорю, мам, ты всегда была отличницей, и в этой школе будешь отличницей. Мама пришла в школу. Там такие же старушки и старички, как она. Некоторые на 10 лет старше, им 80. Некоторые на 5 лет моложе, им всего 67. Дети, можно сказать. И вот создался класс. Со всеми школьными и классными историями. С влюбленностью, с записочками, с празднованием всех дней рождения, с тортами, с поездками в разные интересные места Швеции. Это все бесплатно, это все государство оплачивает. Моя мама умерла в возрасте 97 лет. Ее друзья, семейная пара, он умер в 99, она умерла, его жена в 103. Они последние годы писали книгу совместную, написали, издали. Они еще ездили в Испанию. Они летали в Англию, в Израиль. Получали впечатление, делали то, чего. И вот интересный момент. Из них, из всех, вот из этого класса, живы три четверти класса. Возникает вопрос. Почему? А потому, что в определенном возрасте человек получает парадигму. Жизнь кончена. Впереди только болезнь, темнота и смерть. Никому не нужны ни мои мысли, ни мои идеи, ни мои стихи, ни мои фразы. Варианты музыка. Я заброшен всеми. Мне нужно дожить. Когда человек идет в школу и пишет на коленках неправильные глаголы. Она получает внутрь, в мозг, информацию. Я не во тьму смотрю, а я учу шведский язык для того, чтобы разговаривать на нем, а не для того, чтобы с этим дурацким языком лечь в кроп. Человек, на самом деле, это не тело только, это дух. Когда тело сильнее духа, да, тело должно на дожитие. Когда дух сильнее тела, это тело смеется над тобой. Потому что сколько тебе, 80, 85, 90, нисколько я учу испанский язык. Я влюбился в молоденькую совсем, 65 лет. Господи, это же надо было дожить до 80 лет и влюбиться по-настоящему. Я не знал, считал, что все вот это любовь, а это была дружба. Вы скажете, наверное, потому что они все в Швеции. Нет, не потому. Швеция дала ей негатив, потому что они лишились всех своих друзей, того круга общения, который у них был в своем родном городе. Они ходили друг к другу в гости, вместе смотрели голубые огоньки, общались и так далее. Теперь они приехали в страну, где язык чужой, где все чужие. Все дети заняты, им не до родителей. Так что есть негатив. И вот тут начинается чудо. Как только вы даете перепрограмму, перепрограммируете мозг, у вас отменяется смерть, у вас отменяется старость. Вы перестаете стареть. Понимаете? Я... Мне сейчас 68 лет. И я гоняю по всему миру. Я смотрю и вижу влюбленные глаза из зала. Это настоящая энергия любви. Я чувствую себя мужчиной в самом рассвете. И они меня любят. Они действительно любят. Я вижу полные любви глаза зала. Ну, это мой случай. Я не могу всем советовать, не будете выходить на сцену. Но принцип остается тот же. Оставайтесь ярким, интересным. Вы раньше никогда не читали вслух стихов? А попробуйте. А вдруг вы откроете для себя что-то. И вы вдруг меняетесь во всех отношениях. Вы даже голос свой переделываете. Вы начинаете говорить актерским голосом. Вы идете на танцы неожиданно. Кто-то на сальсу, кто-то танцевать фламенко. Вы идете в какие-то удивительные места, которые вы раньше не посещали. Оказывается, живя в Москве, вы последний раз в Третьяковской галерее были 30 лет назад. Вокруг вас теперь другой мир. Отбросьте все, что у вас было связано с нудной, монотонной работой. Теперь вы получили счастливые годы. Пусть 5, пусть 10, пусть 15, пусть 20. Живите, и вы не заболеете. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова